Сергей Леонидович Цибульского, гимназия 14-09. Добрый день, дорогие мои коллеги. Ну вот, мы оказались у меня на кухне. Я вас пригласил сегодня сюда попить чаю. Будьте любезны, нажимайте на нам. Замечательно. А здесь все лирики, ни одного физика нет. И так как мы на кухне, давайте мы как-то так попроще сделаем. Ну, можно я сниму пиджак? Мы все-таки на кухне. Я снимаю пиджик. Снимайте пиджики. Все будет замечательно. Ну, кухня, здесь же никого кроме нас, господи. Итак, ну о чем лирики могут говорить за столом? Давайте поговорим про то, что сейчас происходит в чайнике. Итак, сделаем следующим образом. Я буду говорить, точнее, вы будете говорить, а я буду рисовать. Ну, мы же творческие. Вот. Особо на физические всякие эксперименты не способны этот тип. Ну, давайте. Итак, что мы сейчас наблюдаем? Только вначале я бы нарисовал вот такой вот небольшой график. здесь я бы обозначил температуру, а здесь буквы Тау я бы обозначил время. Серьезно. Что вы сейчас видите в чайнике? Кипение. Кипение? Вот уже началось. Нет, 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 нет. Еще там только поднимали. Маленькие пузырьки появились. Ну, вы смотрите, там же действительно маленькие пузырьки уже появились. Только руками не трогайте, маму. Итак, замечательно. Посмотрите, у нас вода начала нагреваться, правильно? Теплообмен происходит. Что дальше будет, как вы думаете? Закипит маленький. Прямо сразу закипит. А вы ничего не слышите? Шумит. Шумит. Итак, смотрите, у нас начинают появляться пузырьки. Реально. Дальше появляется шум. По-научному это называется схлопывание. Схлопывание. Мы сейчас не увидим быстро, может быть, кипение, но тем не менее. После того, как начинается шуметь, чайник начинает шуметь, начинается схлопывание. Пузырьки начинают подниматься все выше и выше. Вон они, посмотрите. Дальше вода начинает прогреваться. И когда она прогреется полностью, произойдет что? Кипение. Кипение, наконец-то. А с чайником что произойдет? Отключится. Отключится, совершенно верно. Итак, чайник здесь отключится. Но давайте представим себе, что у нас не чайник, а большой котел. В этот котел мы залили воды и закрыли его крышкой. А дальше мы начинаем его нагревать, продолжаем. Что же будет продолжаться с этой стороны? Вода дойдет до каких градусов? До 100 градусов. Замечательно. И дальше, посмотрите, продолжается. Котел запаян. Что происходит с водой? Она начинает выкипать. Совершенно верно. И происходит кипение здесь. А кипение это что? Кипение это что? Посмотрите, что у вас там происходит. Это переход воды из чего? Состояние жидкого. Из жидкого в газообразное. Из жидкого в газообразное. Итак, если котел закрыт, и если мы будем кипятить дальше, то у нас в результате что появится? Пар. Этот пар будет продолжать нагреваться. Температура его увеличится. Котел закрыт. Что с котлом случится? Взорвется. Совершенно верно. Чтобы он не взорвался, надо прекратить что? Нагревать. Совершенно верно. Здесь мы прекратим нагревать. Пар начнет остывать. И в конце концов превратиться, начнется конденсировать, он начнет конденсировать конденсат. Сергей Чаев готов. Так вы, пожалуйста, там есть все необходимое. Посмотрите, печенье. Давайте, разливайте. Только подождите секундочку. У нас вот этот этап должен пройти. Итак, конденсат, переход из газообразного в жидкое. Дальше. Вода, которая там у нас останется, будет 100 градусов. После чего, после чего, вода начнет остывать. И она перейдет в состояние, в то же, которое было до того, как мы начали кипячение. Итак, она дойдет до состояния окружающей среды. Что давило, что мешало нашим пузырькам? Давило давление. Тут разные давления, да. Так, ну, в общем-то, все почти. Скажите мне, пожалуйста, теперь, вот что. Ну, чай вы можете налить, а я бы хотел поговорить с вами вот о чем. Посмотрите пока на рисунок, пока Юля наливает. Как вы думаете, о чем пойдет сегодняшний разговор наш еще? Про революцию. Людовик XVI, три сословия несчастные. Скажите, пожалуйста, вы узнаете эту картинку наверняка? Какие-то нет? Нет, это три сословия Франции, эпохи Людовика XVI, дворянство, духовенство и третье сословие. Это все те, кто работали. Они везут два сословия, которые полны привилегий и ничего не делают. Итак, ну что ж, для начала я бы хотел с вами сделать вот что. Такой эксперимент небольшой. Чуть-чуть отодвиньте из своей чашечки. Возьмите тексты. Тексты. И следующее. У вас есть стикеры у каждого. На этом стикере, пожалуйста, вы выписываете... Да, вот фломастеры. Вы выписываете то, что написано сверху. Прямо сейчас напишите, пожалуйста. Манана, у вас я прошу написать мне вот это вот. И дальше, что мы сделаем? Посмотрите внимательно на нашу такую схемку. Вода закипает, кипит, превращается в пар. Здесь у нас есть все шансы, что котел все-таки взорвется. Но потом пар остывает, вода опять 100 градусов и опять все спокойно и тихо. Значит, давайте мы расположим с вами вот те периоды, которые вы сейчас записали. В соответствии вот с этими частями, ну как бы с этими частями графика. Только единственное, что вам это нужно сделать только благодаря тому, если вы прочтете правильный текст. Итак, сейчас у вас пол, там, буквально минуточки все это сделать. А пока вы обсуждаете и думаете, я покажу вам, что там происходит, что они смотрят. Например, смотрите, Максимилиан Волошин, «Бурлит Сент-Антуан». Стихотворение вроде бы не французской революции, но про французскую революцию Волошин писал по дневникам Людойка 16-го. Дальше. Здесь у вас выступление делегации Камбинского клуба в национальном конвенте. Следующий режим Термидора. Корлель. Он историк 19 века, писал через 40 лет, фактически после революции, сразу историю. Следующий тоже Корлель. И здесь знаменитый художник Давид, который как раз участник, друг. Вот он во всех этих событиях проучаствовал, знал всех тех, кто участвовал в французской революции. И благополучно всех их пережил. Скажите мне, пожалуйста, ну что, готово? Выходите и клейте. Спокойненько. Аккуратно. Так, а у меня, моя, моя, моя. Пятый элемент. Не-не-не, только вот в этот период куда-нибудь. А вот это, извините. Хорошо. Вот ко мне. Так, диктатура. Манам, пожалуйста, проходите дальше. Дальше? Так, вы сюда. Ну, куда-нибудь. Замечательно. То есть, а начала революции ни у кого не было там? Ну, хорошо, ладно. Я тоже сюда тогда наклею. Ну, как вы, давайте сейчас посмотрим, что же происходит с революцией. Революция начинается в 1789 году. Король Людовик XVI собирает генеральные штаты. Генеральные штаты образуют национальные собрания, учредительные собрания. Они принимают в результате декларацию прав человека, потом конституцию. Королевство становится конституционной монархией. Это корона такая. Вот. После чего Людовик пытается сбежать, его казнят. Дальше революция переходит, и Франция становится республикой. Если обратите внимание на котел, смотрите. Вода, которая здесь, это народ. Государство – это котел. А вот то, что нагревает воду в этом государстве, это революционная ситуация. Итак, что происходит дальше? Период диктатуры. Первый период – это у нас был революционной демократии. Период революционной демократии. Вот сюда надо было поместить его. Следующий период – период революционной диктатуры. Здесь якобинцы подумали, что все-таки может вернуться обратно. Значит, завоевания революции могут быть потеряны. Здесь начинаются страшные казни и репрессии, и к власти приходят буржуа. Но при этом период контрреволюционной диктатуры буржуа боятся, что в результате всего прочего революция будет продолжаться дальше. Что с государством случится? Взорвется, оно будет уничтожено. По этой причине революция может быть уже социалистической, а этого не надо. Поэтому происходит режим термидора. Итак, с 1793 по 1794 страшная якобинская диктатура, с 1794 по 1795 у нас режим термидора. И в результате, когда у нас накал начинает уже опускаться, все замечательно, у нас происходит спокойствие, период контрреволюционной демократии. Вот он, сюда. Контрреволюционная демократия. Это у нас директория. Директория. Буржуазия уже все получила. У них уже все есть. Они заняли замки людей, которые здесь жили. Они уже получили все права. Революция дала им свободу совести, слово печати, вероисповедание. Все у них уже есть. Ну, надо уже этим пользоваться. И поэтому дальше, в 1799 году происходит переворот очередной. И к власти приходит Наполеон Бонапарт. Ну, фактически, с 1799 года он начинает. А в 1804 году он становится императором. Посмотрите, пожалуйста, сюда. Если здесь у нас корона короля, то здесь у нас корона императора, скажем так. И посмотрите на два портрета. Похоже, нет? Ну, похоже, абсолютно похоже, в общем-то. Если сказать, если посмотреть на тот период, что тут, что тут. Разница-то прошла с 89 по 804, и, в принципе, скажем так, ничего не изменилось. Что мы наливали в чайник? Володную воду. Воду. Замечательно. Мы воду наливали, Владимир Владимирович, туда? Не-не-не, можете не отвечать. Не воду. Мы наливали раствор. А, я пила. Раствор. Мы пьем раствор водопроводной воды. Манан, что туда входит? H2O. Дальше. Газы. Дальше. Что еще? Соли. Что еще туда вошло? Ржавчина. Ладно. Соли в примеси туда же. А еще что опасно для человека? Почему мы кипятим воду? Хлор. Нет, нет там хлора. Микробы, бактерии. Что случилось, когда мы начали кипятить уже здесь? Бактерии умерли. Бактерии умерли. Все были. Так, дальше. Соли выпали в осадок. Газы. Газы уже покинули здесь в момент нагревания. Как результат? Если мы посмотрим просто на воду здесь и здесь. Вода изменилась? Если просто посмотреть. Ну, просто посмотреть. Ничего не поменялось. Если мы посмотрим в состав, состав изменился. Ну, что ж. Что такое революция? Скажите мне, пожалуйста. Ну, вот микрофон. Ну, как вы думаете? Ну, просто. Вот если, судя по воде, по составу, по всему прочему, что такое революция? Наверное, это коренная ломка, существующая в истрое. Буквально кипение, бурление. Изменение. Совершенно верно. Преобразования коренные. Скажите, пожалуйста. А вообще это закон? Вот то, что мы сейчас наблюдали. Да. Нет. Ну, как же это закон? Ну, потому что. Потому что закон им всегда одинаковый. Сил тяготения я не могу взлететь. А если мы поменяем давление, еще что-то. То есть мы сейчас наблюдали не закон, а закономерность. Постоянно повторяющая взаимосвязь. Революция имеет свои законы? Вот если начнем нагревать здесь, что-то там одинаковое везде повторится. Так? Нет. Вот закономерность будет прослеживаться, а закона не будет такого. Ну что ж, замечательно. Скажите мне, пожалуйста, коллеги, так как мы на кухне с вами, вот мне понравилось, спасибо большое, химия, физика. И я хотел бы это применять у себя вот на уроках, я и применяю. А вот вы бы сами, какие предметы, с какими предметами вы контактировали у себя на уроке? С другими учителями, может быть, или еще, может быть, кипение использовали? Я могу отойти. Раз уж мы на кухне, вас интересует любой предмет или твой предмет? Отлично, хорошо. Юль, только быстренько, пожалуйста. Просто мы угодно. Быстренько. Я вообще в очень выгодной ситуации, потому что я могу говорить о чем угодно, просто на английском. Просто на английском. Этим-то мы и занимаемся. То есть, как бы, все, что хотите. Ну, я тоже просто на русском говорю. Да, мы его понимаем. Хорошо. Итак, все замечательно. А теперь я бы хотел спросить вас вот что. Юля, вот из сегодня 15 минут были революции посвящены. Вы как-то поменяли свое мнение о революции или, может, что-то новенькое такое? Знаете, Сергей, мне, исходя из вашего мастер-класса, показалось, что революция – это очень положительный процесс. Было много примесей, соли и всякой другой ненужной, очень даже вредной некоторым из нас субстанции. А после некоторых преобразований очищенная вода – революция была. Ну, замечательно. И оно так, на самом деле, и происходит. Ну, что ж, так как мы с вами закончили мастер-класс, я предлагаю всем подняться. На кухне обычно спорят, поют песни. Давайте споем, Сергей Зинович. Поддержите, пожалуйста. Вот, господа, давайте все вместе встанем и споем одну простую песню, которую вы все знаете. Только громко не бойтесь, если слова пойдут. Итак, ну что, я сам тоже петь не умею, так что не волнуйтесь. Слово, которое имеет петь, наш разум возмущенный, Смертный год вести готов. Смертный год вести готов. Сергей Леонидович, спасибо за такой оригинальный заход в историю. Но это не закон. Да, в историю. Заход, заход, заход. Доброе утро, извините. Хорошо, вот вы взяли революцию и рассказали нам на примере кипения. А вот если бы вы взяли эволюцию, как бы вы обыграли ее с точки зрения вашего подхода? Эволюция. Ну, эволюция – это медленное развитие. Поэтому здесь, знаете, разные формы, возможности я применяю. Ну, например, наблюдение за чем-то. Наблюдение может использоваться в разных. И в биологии, и в химии, и в математике. И здесь можно использовать, например, сочинения какие-то, то, что воспоминания чьи-то, соотнести. Что такое наблюдение, например, в биологии, что такое наблюдение в истории, в историческом процессе. И как описываются события. Ну, не знаю, насколько я вот ответил, но то, что вот… Драматургию, да, безусловно. Кухню? Да. Кипяток, а вот здесь вот что было? Тихое, спокойное развитие. Газы, может быть, или что-нибудь там такое. Ну, хотя, в какой-то момент это, конечно, рванет. Спасибо. Владимир Нодарович. Сергей Леонидович, у нас такой родился тревожный вопрос. Вот о движущей силе. Дело в том, что вода, ведь, в чайнике само по себе загибать не будет. Только электрическая энергия, подведенная к чайнику, в данном случае, является движущей силой кипения. Невольно возникает тревожный вопрос, что и движущие силы революции всегда тоже внешние. Очень актуально в смысле цветных революций. Честно говоря, да. Мы всегда в школе проходим о причинах, предпосылках революции. Например, давайте во Франции возьмем. Внутренние, но на самом деле там очень были сильные внешние влияния. Англия, конечно, давно пыталась уничтожить Францию и спонсировала активно все возможные перевороты. Ну, вспомним 1801 год, убийство Павла Первого, например. Английский посол потратил огромные деньги для подкупа дворян и так далее. Внешний фактор важнейший. Поэтому мне показалось, что вот все вот эти события... А как же это гендерная история, когда кто-то хочет, а кто-то не может? Или наоборот? А это оправдание, Сергей Деменович. Ну, как бы, да. Кто-то хочет, кто-то не может. Спасибо. Виктория Николаевна, вопрос, пожалуйста. Если поставить два мастер-класса, прошлогодний и этот, то возникает один вопрос. Значит, тот был такой мирный, вера, нравственное поведение, тишина, умиротворение, все. Да. И вдруг, вдруг второй, о революции, что произошло? Что-то в школе произошло такое, что у вас не произошло? Нет, нет, Виктория Николаевна, в школе все отлично. Нет, такая резкая смена. Я, мы с Людмилой Александровны знаем вас как из всех учителей, очень глубокого, сильного специалиста по Арксе и вообще, так сказать, вот по этим предметам. И вдруг вот это, с одной стороны, это какой-то резкий переход, а с другой стороны, вот лично я, я усматриваю, что происходит с человеком, который верит, так сказать, как он приходит к революции. Вот для меня этот мостик возникает. Я права или нет? Вот какое-то терпение-терпение, так сказать, терпимость, и вдруг вот такое. Вы знаете... Ведь дети, дети вас видят в школе, да? И они понимают, что... Я не могу быть одинаковым. У меня разные дети. И потом эксперимент. Это все здорово. Ну, я не знаю, ну как, ну почему? Я не могу все время об одном и том же одинаково рассказывать. Почему нет? Почему не революция? Почему не иконопись? Почему не живопись? Почему... Ну, все имеет свое право. Вы знаете, вот как люди, они же соотносят жизнь, происходящая с тем, что им говорят, да? И вот я просто почему так вот спрашиваю, потому что я в свое время встречала с теми людьми, студентами, выпускниками МГУ, которые были готовы, как они говорили, одеть пояс шахида и пойти взорвать, бороться таким образом с несправедливостью. Вот тут что-то такое тоже есть. Нет, нет, не надо в этом устраивать, усматривать. Нет. Не вешайте на меня пояса. Да, знаете, на самом деле вы где-то правы в плане революции. Дело в том, что я попытался сделать небольшую революцию за это время, за летние каникулы и за сентябрь-октябрь месяц, но это в музеях. Я попытался, я познакомился с директором музея Лошак Мариной, и мы пытались придумать такой вариант, чтобы уйти от обыкновенных экскурсий, от экскурсоводов, непосредственно дать возможность преподавателям самим вести экскурсии. Это взрыв такой своеобразный, потому что это, конечно, доходы музея и все прочее, но я собрал небольшую группу преподавателя, кстати, МХК, привел к Лошак и сказал, вот смотрите, мы готовы, у нас много методик, у нас много наработок, мы все время, мы и так легально, нелегально приходим к вам в музей, дайте нам возможность это сделать. Но вот здесь давление оказалось слишком сильное, и нас постепенно к августу месяца завернули куда-то в сторону. Но мне кажется, что педагог, ну вот как Аманашвили говорит же, что через педагога ребенок многое познает, и мир, и через педагога видит многое. Мне кажется, что надо делать эту революцию, и здорово, и музейная педагогика очень для меня важна стала, потому что я этим и так занимался, а тут, когда я почувствовал, что есть какой-то нагрев со стороны правительства, Москвы, там еще что-то, мы, не знаю, пока все это захлебнулось, посмотрим, что дальше будет. До взрыва не дошло. До взрыва не дошло. Нет, ну взрыв-то это здесь. Я на революцию рассчитываю. Спасибо большое, Сергей Леонидович. Еще один вопрос. Не вопрос, просто замечание, что если вот этот пак нагреть и дать куда выйти пару, то получится хороший пароход или теплоход. Ну, это вот как раз может быть к вопросу эволюции, да. Да, это когда напор в мирных целях. Да. Ну вот, как-то извините. Большое спасибо, Сергей Леонидович. Спасибо вам. Аплодисменты, пожалуйста.